Семейный сценарий Включается в жизнь и проживает Обычно эта передача происходит путем Через подсознание передается некая родовая установка Например, если в роду было раскулачивание Таких семей у нас достаточно много То передается родовая установка о том, что деньги могут быть опасны И тогда пара неосознанно избавляется То есть постоянно идет трата денег, и они не задерживаются в семье То есть в паре неосознанно присутствует этот страх, что деньги могут быть опасны Это передается как-то на каком-то генетическом уровне Или ребенок должен быть от поколения уже от поколения Например, когда родители Или это может быть прадедушки, прабабушки Они просто как-то генетически это ощущают Ну это скорее всего не биология, это не генетика Это скорее всего некое поле Дело в том, что человек не существует отдельно Он существует в своей семейной системе И предыдущие поколения так или иначе влияют на него То есть вот эта передача происходит Ну такое вот слово трансгенерационным путем Если короче, то это подсознательно Человек воспринимает вот то, что было в своем роду Сценарий, он может касаться всего чего угодно Потому что я так понимаю, что сценарий это отношение Вот как там друг друга любить, как друг к другу относиться Оказывается, это может влиять на все Даже на финансы и на что еще может повлиять Да, есть сценарии, которые касаются отношений Например, вот правило, вокруг которого строится сценарий Допустим, в семье принято обсуждать какие-то проблемы Принято выражать эмоции негативные Или наоборот, не принято И вот этот вот сценарий тоже неосознанно Часто неосознанно Он курсирует от родителей к детям К детской вот такой вот уже паре Особенности в том, что люди, когда находят друг друга Создают семью, они имеют разные модели И, соответственно, с разных семей Нужно это комбинировать и как-то создавать То есть модель можно сломать Она не руководит человеком все-таки Можно ее как-то либо быть подвластной другой модели Как здесь быть Очень верно вы подметили, что люди приходят в пару Не с пустыми руками Не приносят с собой багаж некий К сожалению Своих тараканов, которые четко сидят в голове Иногда к счастью, иногда к сожалению Этот багаж, он состоит из истории родительской семьи Из истории предыдущих поколений И вот представьте себе, что встречаются два человека И каждый из них приходит со своим багажом Вот это все нужно совместить Но на самом деле, если бы это было осознанно То тогда об этом можно было бы говорить, проговаривать, выбирать А часто это происходит неосознанно То есть идет вот такая вот встреча Наслоение, наложение Ну на самом-то деле мы это выбираем друг друга тоже не случайно Ну да По сходству и подобию По каким-то там общим задачам и так далее Так вот по поводу того, что ломать, менять Да, у вас был вопрос Действительно это возможно Изменение семейного сценария Но только лишь в том случае, если пара понимает, с чем имеет дело Понимает, что происходит в отношениях Как это может быть связано с родительской семьей С предыдущими поколениями То есть нужна достаточная доля осознанности Понимание того, что да, вот мы сейчас вот это делаем Вот так мы повторяем, так мы себя ведем Но нам это не нравится Вот И это важно, чтобы было, ну скажем так, без осуждения Чтобы просто признание, констатация Бывает также ситуации, когда вот сценарий, казалось бы Да, если берем идеальную какую-то ситуацию То есть родители, пример, там дедушки, бабушки Которые, соответственно, для нас уже служат какой-то моделью Как должны строиться отношения в семье Но бывает же и такое, когда человек уже осознанно, еще даже в детском возрасте Понимает, что вот такого я не хочу Да, там родители ругались, родители, возможно, расстались и так далее То есть здесь тоже такой возможный вариант Да, возможно Это называется контрсценарий То есть когда моя жизнь строится как будто бы наоборот Да, допустим Как доказательство того, что может быть лучше Да, да Но это тоже вариант несвободы Почему? Потому что я в любом случае, если я повторяю такой контрсценарий Да, делаю наоборот То я в любом случае отталкиваюсь от родительского сценария То есть в любом случае привязка будет Вот, вот поэтому вот я говорю о том, что важно не осуждение Для того, чтобы строить свою семейную систему по-другому В другом ключе, с другим сценарием То очень важно, ну скажем так, три компонента Первое – это осознать, ну, что есть на данный момент Во что родительское, там, родовое я попадаю Второе – это важно наладить отношение к родителям Почему? Потому что канал, по которым передаётся семейный сценарий Он часто заключается в том, что есть некие обиды, претензии Упрёки в сторону родителей Ну и тогда человек, ну, склонен к тому Большая вероятность того, что он будет в той или иной мере Тем или иным способом повторять что-то из родительской семьи А если брать практически вода Ну, понятно, осознание чаще всего, я думаю, и лучше всего Поможет разобраться в этом всём психолог, к которому можно обратиться Но если вот чисто практически Что можно паре сделать самостоятельно, если не прибегать к помощи психолога? Самостоятельно можно составить дерево рода Исследовать, изучить, расспросить своих родственников о том, как жили Какие были отношения, какие были особенности Как строили свои семьи На чём держались семьи То есть все, если мы говорим про сценарий семейных отношений То расспросить об особенностях того, как это проходило в роду Вот, и тогда, возможно, уже вот на этом этапе проявятся некие закономерности Ну, естественно, что всё это сравнивать с тем, как у пары складывается Ну и, наверное, самое будет основное Это прописать недовольство друг другом Или, возможно, какие-то недовольства какими-то сценариями Что проще всего? Ну, вот слово недовольство я бы заменила Скорее всего, просто вот словом констатации осознания Потому что как раз-таки на недовольстве далеко не увидишь И много не построишь А просто заметить, осознать, что есть Даже если оно не нравится То есть признать это просто И, скорее всего, прописать, чего хотим Потому что есть вот одна часть, та, которая не устраивает И тот, к чему стремится Да, например, зависимые отношения, созависимые отношения в семье Где был алкоголь, либо другая зависимость И другой вариант, желаемый вариант отношений, к которым хочется стремиться Вот здесь вот как раз-таки нужно сотрудничество в паре Умение слышать друг друга, умение найти компромиссы Умение создать вот этот образ, вот эту картинку достаточно ясно, четко и полно Смотрите, а как быть со сценариями? Или возможно такое, чтобы они родители стали примером? И может ли быть такое? И что делать в этом случае, когда вот, возможно, даже сейчас родителям Что делать с их детьми, как с ними общаться, чтобы подать правильный пример Чтобы они не брали пример, например, семьи дяди или тети Либо своих там крестных родителей Такое тоже возможно Что делать родителям, чтобы подать правильный пример? Просто заниматься своей жизнью и быть счастливыми То есть больше советов и не дать, да? Потому что на самом деле все очень просто Но вот как вообще относятся к этому дети, если, например, в семье есть дети, да? И, соответственно, модель не устраивает Это уже семья, которая сложилась, там, 5-7 лет живут вместе И вот они эту модель меняют Когда у ребенка формируется эта модель? В каком возрасте? Можно сказать, ну, есть такая вот распространенная статистика Что до 7 лет 80% сценария уже сформировано Но, тем не менее, это не значит, что все уже окончательно И даже в зрелом возрасте В зрелом даже возрасте Человек может менять свой сценарий Вот, и только лишь осознавая его Вот, так вот Как закладывается этот сценарий у ребенка? Ну, я бы сказала все-таки, что никогда не поздно Вот, и еще раз Родителям нужно заботиться не о том Как это повлияет на ребенка Потому что, если, исходя из Ну, это важно, да? Ну, важно все-таки вот Просто проживать счастливо свою жизнь Заботиться о своей жизни И тогда ребенок будет просто Брать то, что он видит То есть в любом случае Все самое лучшее в любом случае В любом случае не воспитывайте своих детей Воспитывайте себя Ну, и напоследок Как такой небольшой итог С нашего разговора Все-таки есть возможность Менять сценарий Мы это разобрались, да Главное для этого понимать Что мы хотим И что не нужно Что нам не нравится И очень важная составляющая Понимать, откуда растут ноги, скажем так Да, то есть родословная Такой вопрос вот напоследок Самостоятельно Реально ли мужчине или женщине Поменять свое отношение к отношениям? Вот так даже закручу В плане того, что Если, например, не строится отношение С одной девушкой Или, например, с мужчиной Поменять свое отношение К тому, как это должно быть Возможно? Или это нужно делать только в паре? Вообще-то в паре Почему? Потому что каждый человек из пары Проделывает свой путь В паре ответственность делится поровну Абсолютно поровну То есть 100% в ответственности на мужчину И 100% в ответственности на женщину Одним словом Винить только себя не нужно Ну, брать ответственность на себя За свою часть пути Ну что ж, будем надеяться Что у вас, друзья, все будет хорошо Мы в этом уверены 100% Вас благодарим за то Что пришли к нам в студию Как всегда актуально Как всегда интересно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!